ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, дорогие первоклассники! Зовут меня Ирина Николаевна, и я рада вас сегодня видеть на уроке математики. Сели правильно, улыбнулись и с хорошим настроением начинаем наш урок. Математика – наука очень строгая, поэтому вы должны быть очень внимательными. Думайте хорошо, находите правильные ответы, доказывайте правильность своих мыслей. Сегодня мы с вами совершим интересную экскурсию в страну математики. Проверим готовность к экскурсии. Перед началом пути – разминка. Математика нас ждёт. Начинаем устный счёт. Назови числа, которые стоят между числами 2 и 9. Правильно! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назовите предыдущее и последующее число. Число потерялось. Молодцы! Конечно, 10. Ребята, давайте вспомним состав числа 10 и заселим в домик. Готовы? Итак, начинаем. 10 – это 3 и 7, 5 и 5, 6 и 4, 8 и 2, 9 и 1. Молодцы! Вот и солнышко появилось. И мы с хорошим настроением продолжаем наш урок. Тема нашего урока – сложение вида плюс 8 – 9. Сегодня на уроке узнаем метод сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Научимся решать примеры вида плюс 8, плюс 9. И сможем применить свои знания в повседневной жизни. Рассмотрите рисунок. На рисунке изображено, как прибавить к 5, 8 по частям. Как же это сделать по частям? Чтобы прибавить число 8 по частям, сначала дополняем 5 до 10, а затем прибавляем еще 3. Сумма равна 13. Чтобы прибавить число 9 по частям, вначале 6 дополним до 10. 6 плюс 4 равно 10. А затем плюс еще 5. Сумма равна 15. Сейчас я предлагаю вам выполнить задание. Для этого откроем рабочие тетради, отступаем 4 клеточки вниз, пишем число. Отступаем 1 клетку вниз, пальцем проводим линию до начала страницы, ставим точку. Каждую цифру пишем в каждой клетке. Итак, давайте подумаем, как прибавить 8 к 8. У нас есть 8 красных кружков и 8 синих квадратов. Как будем прибавлять по частям? Нарисуем 8 кружков. Сколько нам надо прибавить, чтобы получилось 10? 2 квадрата. Правильно! 8 это 2 и сколько? 2 и 6. 2 квадрата прибавили. Сколько нам еще осталось прибавить? 6 квадратов. Прибавим еще 6 квадратов. Итак, 10 плюс 6 равно 16. Отступаем 1 клетку вниз. С начала страницы запишите этот пример в тетради. 8 плюс 8 равно 16. Алгоритм решения. Берем второе слагаемое и заменяем его суммой двух чисел, так, чтобы одно из чисел дополняло первое слагаемое до 10. Дополним 8 до 10. Прибавим оставшуюся часть к 10. Пишем ответ. Молодцы! А теперь отдохнем и в физкульт-минутку. Вставьте числа так, чтобы запись стала верной. Найдите слоги, соответствующие вставленным числам. Выпишите их по порядку. Проверяем. Проверяем. 7, 4, 12. И получилось слово «наука». 14, 8, 5. Получились слова «дара мне». Проверяем. Проверяем. 14, 6, 15. Слово «даётся». 2, 4, 12. Слово «наука». Восемь, девять. Слово «трудом». Семь, шестнадцать, пятнадцать. Слово «берётся». Какая пословица получилась? Наука даром не даётся. Наука трудом берётся. Ребята, как вы понимаете смысл пословицы? Чтобы чему-то научиться, нужно сначала потрудиться. О какой науке идёт речь? О математике. Давайте, ребята, подведём итог нашего урока математики. Телеурок. Сегодня на уроке мы узнали метод сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Научились решать примеры вида «плюс восемь», «плюс девять». И теперь можем применять свои знания в повседневной жизни. Ребята, прошу оценить вашу работу сегодня на уроке с помощью светофора. Выбрать цвет, который соответствует вам. зелёный, я доволен своей работой. Жёлтый, в работе допускал ошибки, но я справился. Красный, мне нужна помощь. На этом наш урок окончен. Спасибо вам за работу на уроке. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова